Всем привет! Сегодня я хочу вам показать довольно-таки необычную и редкую неисправность модуля на Galaxy S3 DOS и Galaxy S3 Neo. По моделям это i9300i, i9301, i9308. Значит, что необычно? Телефон в идеальнейшем состоянии. Никакого намёка на царапины на стекле, никакого намёка на сколы краски на рамке. Рамка окошка камеры нигде не ободралась, вот эта вот глянцевая. Крышка в идеальном состоянии, никаких затёртостей по углам. Это очень странно. И очень обидно, что в таком состоянии телефон сломался. Особенно, что сломалась самая его дорогая часть. А как он сломался, сейчас я вам покажу. Вставляем аккумулятор, включаем и смотрим на цвета. Вот так он включается. Обращаем внимание на полоску. Вот начинается мерцание, завышенная яркость. При разном уровне заряда батареи, яркость на этом моменте тоже разная. Вот сейчас она не очень. И вот тут он уже начинает мигать. И вот сейчас батарея у него немножко садится. Он мигает так слабовато. Вот иногда вот так вот без картинки. Иногда, если начинать что-то делать, картинка появляется. И значит, что могу сказать. Когда батарея полная или почти полная, если выкрутить на максимум яркость, знаете, вот, например, если на светодиод подать завышенное напряжение, он начинает синеть. Вот у меня один раз так было, я на нем выкрутил яркость, и он от середины начал синеть. И я ее тут же убавил. Дико перепугался. И на минимальной яркости... Вот это, видите, это минимальная яркость установлена. И оно не выглядит темным. Значит, на этом приколы не заканчиваются. Заторможенные реакции бывают у него на нажатии. Например, нажмешь, он не среагировал. Нажмешь еще раз, он среагировал. Хотя звуки включены. И, кстати, это вторая плата на нем стоит. Я покупал плату, ставил, ничего не поменялось. И еще вот такой вот прикол. Смотрите, если мы его заблокируем, как бы он должен лежать сблокированный. А ну-ка, вот тут же пробуем разблокировать, а что-то не выходит. И смотрим, что он сейчас у нас сделает. Что-то долго, кстати. Должно, потому что батарея села. В общем, сейчас он ребутнится. Вот. Видели, промелькнуло. Все, он ребутнулся. То есть, когда его уводишь в блокировку, он ребутается, потому что гаснет экран. Я не знаю, как это связано, но если подкинуть разбитый дисплей, он нормально засыпает. Если отключить этот дисплей, он нормально засыпает. Я не знаю, как это. И еще такой момент. Если подключить зарядку... О, он уже даже сесть успел. Так вот. Если подключить зарядку... Разблоки... Сейчас. Вот. Смотрите внимательно на... Сейчас я камеру впереди его даже. Смотрите на цвета. Я подключаю зарядку, следите внимательно. Видели, он такой был немножечко более нормальный. Вот, вот, вот это сейчас было видно. То есть, когда подключаешь зар... Блядь. Короче, когда подключаешь зарядку, он на секунду начинает работать нормально. И тут же начинает опять пороть херню. Вот такую зеленящую. Вот, опять было видно. Так вот. Как я же сказал, это S3 Neo. Но, а что будет, если этот модуль подключить к плате от обычного S3, то есть, i9300? Он будет показывать зеленым. Вот так, как он включался. Или он будет... Сначала он попоказывает зеленым, потом он начнет мерцать, и все будет медленно-медленно стухать. Вот что у меня, кстати, и было. Но, на этом еще не все приколы заканчиваются. Я еще вот какой алгоритм не могу понять. Вот смотрите. Если мы вводим его в Download... Вот, мы ввели в Download, нажимаем громкс плюс. Вот в таком состоянии он работает на плате S3 обычной. Обратите внимание. Вот эта полоска, которая сверху светлая, здесь красная надпись. То есть, и здесь присутствуют все цвета, если подключать к обычному S3. Все остальное зеленое. Окей. Яркость здесь правильная. Дальше. Заходим в Recovery. В Recovery у нас тоже интересно. Отпускаем питание. И яркость, я как говорю, у него завышенная. Вот. Сейчас он мерцает. Но если... И видите, как бы... То есть, матрица не сдохла. Смотрите. Желтый на месте. Синий на месте. Красный на месте. А если подключить зарядку, возможно, сейчас и цвета станут нормальные. Ну-ка. Так вот, когда батарея заряжена, вот этого зелены нету. Он просто показывает ярко, и все цвета правильно. Вот. Вот сейчас я вам покажу, как он показывает, когда полная батарея. Вот так. Вот так он показывает с полной батареей. То есть, немножко зеленый фон, завышенная яркость, и цвета в порядке. И ничего не мерцает. Вот как это вообще возможно? Это на... Не на двух даже. На трех платах. От S3 Neo. Одну покупал чисто для этого телефона, а потом еще попадался битый S3 Neo. Которая сто пудово живая плата. И с ним было то же самое. Вот что это может быть? Значит, мои действия. Что я делал? Залития нету. Коннектор чистил. Даже знаете, что я сделал? Попробовал. Я ему вот здесь вот, знаете, на ЖК-дисплеях есть, на AMOLED-матрицах вроде тоже есть. Вот здесь вот у него есть такой длинный кристалл. Ну или чип, или дешифратор, как хотите. В общем, вот это место я грел. Температура 250 градусов. Если греть 250 градусов, то оно, изображение, которое есть на экране, темнеет. То есть оно полностью становится темнее, и цвета не восстанавливаются, ничего не происходит. Когда он остывает, восстанавливается яркость. Прежняя, завышенная. Короче, не нарывайтесь никогда на такой вот брак. Вот такое встречалось только в S3 Neo. Мне больше нигде. Это первый раз в жизни, когда я нарвался на такое. А если кто-то знает, и у кого-то было то же самое, бля, ребят, спасите плес. Может, кому-то что-то помогло. Я сомневаюсь, что поможет прошивка кастомная. Сомневаюсь, что поможет еще раз сменить плату. Точнее, это 100% не поможет сменить четвертую плату. В общем, кроме замены модуля, можно ли как-то спасти этот, чтобы хотя бы, чтобы им можно было пользоваться в зеленом состоянии, чтобы он, как это сказать, не ребутался, чтобы он не моргал, и чтобы можно было что-то увидеть. Может, можно что-то в сервисном меню глянуть. Может, еще. В общем, если кто-то с таким сталкивался, жду ваших комментариев и заранее спасибо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok